Всем привет! В последнее время стало модно следить за здоровым питанием и обращать внимание на различные химические добавки такие как, например, с маркировкой Е Многие также говорят о вредности энергетиков, ГМО и так далее Ну чё, ешь картошечку с одорода, она без ГМО Да лучше водочки, чем энергетиков этих От них стоять не будет, ваше здоровье А что скажете насчет радиации? Она вредна или полезна? Ты чё, дурак, что ли? Дело в том, что в течение почти 40 лет радиация была в моде Радиоактивный ради был популярным энергетиком Его добавляли куда угодно, от хлеба до помады Вашему вниманию, крем для лица с радием и торием Кстати, тоже радиоактивным Обещал вашему лицу омолаживающий лечебный эффект Был очень популярен среди модниц во Франции в 30-х годах Радииндокринатор Так назывались пластинки с бумагой, пропитанной радиоактивной водой Эти пластины рекомендовали класть в трусы мужчинам, страдающим от импотенции Изобретатель данного средства очень верил в чудодейственную силу радиации И утверждал, что он выпил больше, чем кто-либо другой радийной воды Вскоре он скончался от рака мочевого пузыря Игрушечная атомная лаборатория была в продаже с 1951 года до конца 70-х годов В наборе было несколько радиоактивных изотопов На упаковке было указано, что это совершенно безопасно Но вряд ли вы сейчас найдете родителей, которые с удовольствием купили бы своему чаду радиоактивную игрушку Вода с радоном источала крохотные лучи радиации Которые служили для естественного способа оздоровления А это, кстати, русская радиоактивная вода А это энергетик с изотопами радиа Какая сила должна быть от него была? А еще он обещал вылечить рак желудка и повысить умственные способности Но он приобрел дурную славу, когда один американский промышленник, выпивая бутылку в день Через 4 года умер от рака с челюсти Жалуетесь на то, что ваша зубная паста не отбеливает, как показывают в рекламе? Скажите спасибо, что зубы еще не выпали Хотя, может, у кого-нибудь и выпали На упаковке этого тюбика зубной пасты производители заверяют Что паста мягко полирует зубную эмаль Придает крепость и здоровье зубам и деснам А также убивает бактерии Но хоть в чем-то они были правы Также пользовались популярностью Радиоактивный хлебушек, который производился на территории нынешней Чехии Часы со светящимся циферблатом и стрелками Лечебные свечи с радием, которые обещали излечение геморроя и вообще всех внутренних органов Шоколадка с радием продавалась в Германии с 1931 по 1936 года А в Америке вообще додумались радиоактивные презервативы делать? Прошло время, и теперь люди знают, что радиация смертельная Интересно, а что из того, что сейчас считают безвредным или полезным, через лет 20 объявят крайне опасным? Наука ведь тоже ошибается Ну что ж, если видео было интересным, почему бы им не поделиться с друзьями и не поставить лайк? Спасибо за просмотр! И не забывайте подписываться на канал! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok